Во Франции 20 тысяч человек вышли с протестом против полицейского насилия. В Париже манифестация развернулась перед новым дворцом правосудия, где люди требовали справедливости при расследовании причин смерти людей, погибших от рук стражей порядка. Подробнее расскажет наш корреспондент во Франции Алиас Исдыкова. Эту акцию протеста власти так и не разрешили. В стране действуют санитарные ограничения и подобные собрания вне закона. Но полиция не смогла помешать многотысячной толпе собраться. Здесь в основном молодежь, в основном из малообеспеченных пригородов. Если в Америке символом борьбы с полицейским насилием является Джордж Флойд, то во Франции это Адамат Трауре. Четыре года назад этот молодой человек скончался в казарме спустя два часа после своего задержания. И недавно были опубликованы результаты экспертизы, которые говорят о том, что полиция не виновата. Проблема во Франции обострилась с появлением движения «желтых жилетов». По статистике в стране от полицейского насилия в год гибнет от 10 до 15 человек. Правда, здесь, в отличие от штатов, этническую статистику не ведут. Нужно действовать так, как это происходит сегодня. Протестовать, когда это необходимо, но с любовью, смирением, без насилия. Насилие в наших головах. Это может случиться с каждым. Мы здесь ради наших семей, ради Адама, ради других. Потому что завтра это может случиться с любым. Мы пришли, чтобы требовать справедливости для Адама, требовать правду о его смерти от рук полиции. Мы пришли, чтобы поддержать. Полиция – это репрессивный институт, и они просто делают свою работу. Задерживать, насиловать, особенно темнокожих и представителей других рас. Мирная манифестация, как это часто бывает во Франции, через несколько часов завершилась массовыми беспорядками. И полиции пришлось применить силу и разогнать многотысячную толпу слезоточивым газом. Алиса Сдыкова, Руслан Амиржан, Хабар 24, Париж, Франция.